День столетнего юбилея Калашникова в Ижевске начался в сквере у Вечного Огня. Возложить цветы к бюсту легендарного оружейника пришли сотни. Михаил Тимофеевич родился не в Удмуртии, но большую часть жизни провел здесь. Его вклад в промышленность и историю республики неоценим. Именно здесь он провел большую часть своей жизни, именно здесь он воплощал свои творения в жизнь. И для нас очень важно чтить его память как образец стойкости, мужества и преданности своему делу, заботы о своем ближнем и о своем отечестве. Фронтовик-танкист Калашников воевал на полях Великой Отечественной. Был ранен, а после войны направлен на Ижевский мотозавод. Именно в Удмуртии была произведена первая партия легендарного автомата АК-47. Калашников способствовал, говоря современным языком, модернизации Ижевской. То есть у нас до того, до войны, был некоторый такой застой. Застой в технологиях, в технических решениях. Калашников, не только он, но вот его изделия и те люди, которые пришли с ним, способствовали модернизации вот этих всех технологических решений. Калашников разработал десятки образцов стрелкового, спортивного и охотничьего оружия. Автомат АК сегодня знают во всем мире. Оружие изображено на флагах нескольких стран. Несмотря на всемирную известность, конструктор всегда был скромным, вежливым, но требовательным человеком. Вспоминают его коллеги. В 45-е до середины 70-х работал в условиях постоянной конкуренции. С ковром, с тулой. На лаврах-то почему-то было некогда. Но при этом, в общем-то, у него не было в отношениях с подчиненными какого-то такого хамства, чтобы там мог обматерить ее. Требовь-требовь. Ну, это самое значное. Без унижения человеческого достоинства. Гордость за нашу Родину, за то, что Калашников, именно он, всемирного значения человек, создавший вот это автоматическое оружие. И, конечно, вот это мероприятие, которое сегодня проводится, большую воспитательную роль играет для нашей молодежи, для нашего населения. В честь 100-летнего юбилея в музее имени Калашникова провели капитальный ремонт. Расширилась и экспозиция. Появились технологии виртуальной реальности. Вот тут, например, можно попробовать себя в роли танкиста. Также документы о борце оружия. Например, копия первого пистолета-пулемета Калашникова. Над выставкой работали эксперты из Екатеринбурга. Помимо этого, в этом году, уже в июне месяце, мы получили передвижную выставку, стоимость около 10 миллионов, которая сегодня демонстрируется на основной площадке в Москве, в Музее Великой Отечественной войны. И мы готовим, что та передвижная выставка, она будет выезжать и в другие регионы Российской Федерации, и в другие страны. Мы готовы для этого. Завершился праздник торжественным концертом в Театре оперы и балета с участием республиканских творческих коллективов. Александр Гемидов, Юрий Дроздов, Юрий Зеленкий. Новости.